С многими из вас я уже знаком, с некоторыми нет, но, соответственно, поэтому, наверное, представлю все-таки, повторяю за пару минут свою историю. Я работаю, в первую очередь, начал работать с 2011 года, с криптовалютными технологиями, с биткоином, до этого у меня уже была аутсорсинговая компания, мы занимались с проектами, помогали интернет-магазины создавать, развивать их, а свободное время с бутербродом и чаем, у монитора я стал проводить, изучая, что такое биткоин и что там под капотом. И в 2013-2014 году он написал, наверное, одним из первых в Рунете статейку, посвященную тому, что такое блокчейн, где он там зарыт и для чего он нужен. И, в принципе, мы всей командой стали тратить время на то, чтобы поизучать получше, что же такое криптовалюты. Тогда для нас уже в сообществе много было интересного контента, много информации и нам просто очень было интересно углубиться внутрь. К 2015 году, когда запустился эфировский компьютер, и дальше я объясню, почему именно с эфировским компьютером это произошло, я объединился со своими друзьями, то я ушел из университета ИТМО, это в Санкт-Петербурге информационной технологии, механики и оптики, на третьем курсе, учился там на бизнес-аналитика и в 20 лет создал свою компанию. А ребята мои, друзья, продолжили учиться и как раз закончили кандидатские свои к этому времени. В области робототехники, авторизированной системы управления, свои. И так получилось, что мой интерес и догадка лежала в области между криптовалютными технологиями, умными контрактами, получения технологий и робототехникой. И вот с 2015 года, объединившись со своими друзьями из Петербурга, мы продолжили уже больше команды, уже усиленной со стороны не только финтех, но и со стороны робототехники, строить эксперименты. И в принципе, последние три года, если по-честному сказать, я вот совсем недавно узнал, что такое по-настоящему продюсерская работа в Голливуде, это когда нужно взорвать два амборджини, продюсер бегает ищет деньги для этого, потом старается, чтобы при взрыве никто не пострадал, и картинка в итоге получилась достойная. И, наверное, чаще всего моя работа сегодня строится над тем, чтобы выбрать из тех догадок, те, которые мы можем реально попробовать с нашими финансами сделать, на те ресурсы, которые у нас есть, чтобы результаты наших экспериментов были кому-то интересны, чтобы он в какую-то хотя бы общую трендовую историю попадал. И, как вы уже знаете из названия этой лекции, мы будем говорить с вами об умных городах, индустрии 4.0, и как раз эксперименты, которыми занимается наша команда, они лежат в этой плоскости. Соответственно, по таймингу, мой блок будет идти 45 минут в общей сложности, 30 минут поговорю я, потом Алишер, наш промышленный инженер, покажет те эксперименты, которые он ведет на территории России с химиками из университета ИТМО и пищевой промышленностью на базе наших технологий. Потом, наверное, мы сделаем короткий перерыв, не знаю, как ребята будут просить это, думаю, что после 45 минут нам стоит это сделать. Потом Алексей Шадрин покажет презентацию, потом мы покажем демонстрации, отдельно видео я расскажу уже практическую часть, что вы видите на картинке, и те, кому будет интересно после этого позадавать вопросы, мы поближе все с вами сядем и пообщаемся уже в живой беседе. Вот, ну, соответственно, тогда я начну. Будь у нас разговор будет идти об умных городах индустрии 4.0, самый первый хэштег, который я советую вам посмотреть, поизучать, это четвертая промышленная революция. И о ней будет немного дальше, а зайдем мы с вами с экономической стороны. Так вот, если говорить об экономической стороне, вопросов в наших исследованиях, вот на этом слайде вы можете увидеть Рональда Коуза, это Нобелевский лауреат из 1991 года в области экономики. И, на мой взгляд, он тот человек, который лучше всех дал объяснение того, почему на рынке существуют фирмы. Почему все наши экономические деятельности не сводятся к прямой покупке, продаже товара в БСУ с помощью рыночного механизма между самозанятого населением. Он это описал в 1937 году в научной статье «Природа фирмы», она короткая, кому интересно, почитайте. Прекрасная работа, которая будет полезна, наверное, абсолютно любому человеку, как экономическому агенту на сегодняшний день. Так вот, ответ, который дает Коуз в своей научной статье, сводится к следующему выражению. Если стоимость коммуникации без использования рыночного механизма для кооперации двух экономических агентов обходится меньше, чем использование рыночного механизма для обеспечения коммуникации между ними, то с течением времени эти два экономических... Раз, раз, раз. То с течением времени эти два экономических агента объединятся и выйдут на рынок как единая компания. Как очень простой пример, приобрести автомобиль из серии приобретений множества запчастей на рынке, вы, конечно, можете, но представьте, сколько будет стоить ваш автомобиль в конечном виде. Покупать помидоры же у участника, в принципе, выглядит более вероятностно. И вот с таким взглядом на то, каким образом люди объединяются в компании, в каких случаях используются рыночные механизмы, я бы хотел с вами все посмотреть на четвертую промышленную революцию. И вот эта книжка для тех, кто по глупшей теме, наверное, даже уже немножко выглядит излишне фафосной, наверное, но для широкой аудитории, для того, чтобы, ну, так скажем, на общем языке ознакомиться с тем, как представляют на крупных конференциях, на обсуждениях, что такое четвертая промышленная революция, я советую книгу Клауса Шваба, она есть на русском, как вы видите, можно купить в лазоне. Будьте аккуратны с ней, потому что там все-таки очень обобщенно, но по мегатрендам пройтись и почитать, что такое дроны, как будет автоматизация, что такое киберфизическая система, там, соответственно, можно найти некоторые ответы на себя. Так вот, я вам дам самое короткое определение четвертой промышленной революции, дневною придуманное. Четвертая промышленная революция это процесс, в котором мы занимаемся подключением киберфизических систем, не пугайтесь этого слова, я дальше ему дам тоже пояснение, друг с другом и к интернету. Что такое киберфизическая система? Киберфизическая система это термин, который появился, наверное, как некоторый абстрактный уровень представления любой автоматизированной системы, имеющей алгоритмическую или автоматизированную, так скажем, если говорить, софтвер, программную часть, и имеет какую-то имплементацию в реальном мире, то есть физическую. И сводится это в целом к тому, что есть некоторый мозг, автоматизированная система управления ОСУ, и к ней подключено множество сенсоров, которые позволяют агрегировать информацию для обработки ОСУ, и актуаторов, другими словами, приводов, которые заставляют происходить, приводить в движение какую-то структуру. Почему не используется слово робот? Можно дискутировать, но, чтобы вы понимали, киберфизической системой можно назвать от кликера до целого завода. А с роботом все-таки обычно ассоциируется либо какой-нибудь ящик железный на ножках, либо какая-то гуманоидная структура. Поэтому я бы не делал бы равенства между понятием киберфизическая система и робот. Как хороший пример киберфизической системы это автоматизация производства. На производстве сегодня мы все знаем находятся некоторые либо дата-центры, либо управляющий центр. В нем находится логика исполнительная, в нем принимается решение. В этом центре управления обычно собирается информация критичная, например, уровень температуры на производственной линии, влажности там, где это важно, показатели другие важные и критичные. И есть, например, конвейерная линия. Это тот самый актуатор, который приводится в действие. Например, когда температура превышает пределы для производства, линия будет автоматически отключаться, и все вместе весь этот процесс сбора данных, обработки их с помощью автоматизированной системы управления и приведения в остановку в данном случае конвейерной линии, все это вместе есть одна киберфизическая система. И вот теперь давайте посмотрим на рассуждения в нашей команде и затронем третью промышленную революцию. Когда, знаете как, то, что мы сегодня с вами обсуждаем четвертую промышленную революцию, это не значит, что третья закончилась. А скорее всего, в каких-то концах мира еще вторая появляется, то есть появляются только конвейеры, а может быть где-то еще паровой двигатель еще изобретают в отдельных областях мира. Поэтому для себя поймите, что когда мы разговариваем, во-первых, это все-таки некоторые хэштеги, он на мне видно не очень работает. Так вот, когда мы с вами говорим о промышленной революции, первое, я бы не хотел, чтобы вы у себя в голове строили лесенки, что вот у нас есть первая ступенька, вторая ступенька, третья, и вот сейчас мы находимся на четвертой. Мы одновременно скорее всего сидим на четырех стульях, просто в разных концах мира, в разной степени, даже до три одного города мы можем увидеть производство, где нет даже конвейерной линии, а где-то космические корабли бородят просторы Вселенной. Так вот, что такое третья промышленная, потому что она ближе всего вам. Это процесс, который произошел вследствие изобретения компьютера и появления в принципе робототехники в обществе как какой-то более-менее поддающейся производству, а не только экспериментальной части работы. И вот если посмотреть в силу своей работы, я постоянно посещаю университеты, ведущие в области робототехники за последние годы полтора я проехал 10 вузов в Асэдо, интересный университет в Асэдо в Японии, кому будет не лень, загуглите, ВАсэдо робот-пианист на английском. Еще в 70-е годы они торговую выставку японскую открывали пианистам, у которых вместо головы такая камера, но выглядело очень-очень-очень интересно, постарайтесь найти это видео, оно вам понравится. Робот-пианист играл в 70-е годах, гуманоидный, на открытии, его делал университет ВАсэдо. Побывал в Туме, в Мюнхенском технологическом университете, в нескольких других европейских вузах, и в принципе я бы сказал бы, что сегодня научная деятельность все-таки сводится по большей части к практическим работам над созданием роботов или же над элементами третьей промышленной революции. Мы больше сейчас все-таки занимаемся изобретением машин, которые могут служить работниками. Вот как пример интересной задачи, которую решают в европейские вузы, я не знаю, почему так случилось, посетив за осень 4-5, 4 вуза в Европе, я в трех из четырех увидел направление работы первого, это кожа для роботов, чтобы обеспечить тесный контакт человека с машиной. Например, был на заводе Кука, Кука это один из крупнейших производителей промышленных манипуляторов, мне устраивали экскурсию по производству в Аусбурге, и там производственная линия начинается с того, что в клетке в большой находится самый крупный их промышленный манипулятор под названием Титан. Он высоту в свечке, это положение манипулятора прямое, он достигает, если я не путаю, 18 метров, но весь он 5 тонн. И вот Титан в самом начале конвейерной линии в клетке с размещенными по сторонам более мелкими манипуляторами собирает основу других манипуляторов на продажу, потому что это вот такая большая, почти тонная штука, ну или там сотни килограмм, которую нужно повертеть, покрутить, там сделать некоторые самые сложные операции, и выдает он дальше на конвейерную линию эту основу через такое окошко, лото, как, знаете, в банке мы деньги кладем, документы, и меняемся. Он отдают людям. А дальше начиналась сборка совместной человека и машины. Одновременно человек закручивал некоторые гайки, и прямо здесь у него мышкой условно манипулятор так получил вместе с ним другие. Так вот, про кожу, чтобы обеспечить вот такой момент, когда рядом с тобой 100-килограммовая рука крутит вместе с тобой, чтобы она тебя не убила, нужно, чтобы она была очень чувствительная. Иво серии идет, это вот манипулятор, который ты вот так вот рукой просто двигаешь, он сразу же отгибается. И вот кожа это было направление приближения к сенсорике, но с другой стороны очень интересно наблюдать, как человечество изобретя фактически первых там роботов 70-х там года, уже сегодня делает для них кожу. И в этом моменте, когда мы говорим о особенности человека и машины, ну, становятся интересны философские рассуждения. Вторая вещь, которую я заметил в университетах, почему-то в них очень активный процесс был разработки роботов для анализа канализации. Ну, первое, наверное, потому что люди не хотят в канализации залазить, да, и мы должны понимать, что это один из процессов, почему мы роботов используем. Потому что в итоге заниматься однотипной рутинной работой мы бы никто не хотели бы, чтобы этим занимались наши действия. А с канализацией еще хуже, потому что в городах как Флоренция, как Барселона, как другие, эти канализации не приспособлены во многих случаях для того, чтобы там человек мог без риска для здоровья оказаться. И вот заменить сегодня человека машиной, которая анализирует эти подземные истоки, вот направление третьей промышленной революции. Человек выполняет эту функцию, ему это не очень нравилось, это было опасно, это нужно делать, делают машины, она идет этим заниматься. А вот дальше интересный момент, о котором я хотел вам сказать. вот представьте, если мы на третьей промышленной революции занимаемся процессом создания роботов как работников, то давайте вернемся к понятию четвертой промышленной рельсы, которая когда мы хотим объединить различные гиберфизические системы, чтобы они друг с другом работали и с интернетом. И вернемся еще к первым двум слайдам, которые я вам показывал проэкономистов, что часть экономических агентов на рынке, которые оказывают какую-то услугу, объединяются вне рынка для того, чтобы вместе произвести какой-то товар. Сегодня это понятие очень хорошо заходит в области умных городов индустрии 4.0 под понятие робот как сервис. Вообще модель как сервис, я думаю, вам известна всем, инфраструктура как сервис в области IT, это первое, что, наверное, все мы с вами знаем. Ну, а вот как пример опять же с Кукой, если я не путаю Фуджицу, сегодня уже не продает роботов, а у них контракт на почасовую оплату их рабочего времени. Они продают их как сервис. И вот направление сегодня, которое обсуждается в городах, когда мы говорим о сенсорных сетях, о мобильной робототехнике, Amazon Prime Air, мы видим, как человек заказывает товар и летит беспилотник оказать эту услугу. Что мы видим? Мы видим процесс, что эти киперфизические системы укропняются и все больше начинают представлять из себя единого экономического агента, который вступает с нами в экономические отношения и напрямую начинает участвовать. Если не напрямую, то косвенно, и отсюда возникает интересный момент. Есть ли такие сервисы, когда роботы будут оказывать конечную услугу потребителю, а мы видим, что человечество идет в это направление, то вопрос встает, кто будет привратником между той экономикой, которая протекает между машинами, когда дрон летит, ему нужно зарядку купить, ему необходимо соответственно потом амортизацию сделать, если селф-драйвинг-кар такси вы вызвали и оно сломалось, оно каким-то образом должно вступить в экономические отношения в городе, чтобы кто-то приехал и починил, и альтернативы этому всегда говорятся, ну ведь можно же без этого, можно, но может себе, наверное, это позволить только Амазон, то есть такие гигантские компании, которые одновременно складская, логистическая и витрина для потребителя. Так вот, встает вопрос, кто будет являться привратником, определяющим механизмы доступа к сервисам, оказываемым машинами со стороны человека, как потребителя. Каким образом этот процесс будет обеспечиваться? Здесь, конечно, сразу первая вещь, которая у меня всегда, всегда вопросы появляются, это этика. Но этику мы оставим, они много говорят, и я вам советую, можете найти, есть ETH, это Цюрихский технологический университет, они, там есть организация, основная у них точка, I3E, это организация, которая задает стандарты в области робототехники. Так вот, вопросами этики они уже занимаются давно, и я вам очень советую, если вам интересно, вопросы этики, на основании того, что я сейчас рассказываю, подумать, какие ответы на вопросы этичные, или какие вопросы обычно задают люди из области науки, то я вам советую поискать ETH, этика в области робототехники, I3PV, и вы найдете нужный документ. А не найдете, ну, сможете мне написать на почту, кому прям очень будет интересно, я тоже пришлю. Так вот, на этот вопрос сегодня, находясь на конференциях по различным по умным городам индустрии 4.0, в принципе, процесс подключения обычно выглядит с точки зрения предлагаемого УСУ одним простым образом. Есть облако, и вам предлагают подключить ваши системы автоматизированные к этому облаку, и через это облако они будут управляться. Встает очень много вопросов интересных, а каким образом нужно ли нам подключать все, например, сенсорные сети города или все заводы к облачной системе. А если нет, то как? То есть, каким образом мы будем строить коммуникацию между автоматизированной дрон-доставкой, автоматизированным складом и потребителем заказа сующим через интернет-сайт? Какими способами мы будем выстраивать эти взаимоотношения, если не подключать их всех к одному облаку? Но почему не надо их подключать всех к одному облаку? Я думаю, мы не будем с вами обсуждать, наверное, потому что там свой ответ, если у кого-то будет другой, на дискуссии это подискутировать, но очень простой ответ. сегодня подключаются очень жизненно важные вещи к интернету и к интерпризам взаимодействия. Больницы, энергетика, трафик на дорогах. И скажите мне, можно ли гарантировать работу хоть одной отдельной единицы на долгосрочной перспективе, так, чтобы она ни разу не сломалась? Я думаю, вы никто не захотите, чтобы ваш город на один день был парализован. Ну, вы понимаете издержки таких процессов. Так вот, наше исследование и где мы себя нашли, мы посмотрели, что других альтернатив в подходе, кроме как подключать к облаку, которое знает интерфейсы видеокамеры, знает интерфейс вот этого конкретного датчика, знает интерфейс вот этого конкретного дрона и связывать их через один узел. Извините, что я с этим я, потому что это свежая дрова у меня на. Вот. Но мы увидели альтернативу этому процессу. И альтернатива это умные контракты и развитие с области криптовалют. Смотрите, одна из первых мыслей, которая в 2013 году пришла после полутора лет работы с биткоином, что биткоин, конечно, интересен как один из первых безграничных институтов финансовых транзакций в мире, между людьми. Peer-to-peer электронный хэш-систем. Наличные деньги, у которых нет границ. Для людей это интересно. А теперь подумайте, по факту электронные деньги до 2009 года, если вы пошли в банк и сказали, вот у меня робот, неважно, это дрон-база, это бензинговая машина, неважно что, откройте ее счет в банк, чтобы она могла распоряжаться деньгами, я мог запрограммировать и робот. Такого вам не отпустили, по сей день ни один банк. От биткоина вам не надо спрашивать. Вы устанавливаете программное обеспечение и ваша бензинговая машина с этого момента может напрямую принимать платежи от клиентов, суммируя всю сумму и отправлять на ваш счет, как владельца этой бензинговой машины, по концу дня. и вроде бы становится интересно, потому что нет оператора, который эту транзакцию будет исполнять, нет третьей стороны, которая влияет на данный процесс, но если мы хотим выстроить более сложные процессы, то есть если мы хотим эту бензинговую машину научить не только принимать деньги и аккумулировать их и отправлять, то нам нужна пройденная, опять же, экономическая история человечества, дорога в сторону контрактной основы взаимодействия. Когда мы комбинируем экономические параметры нашей коммуникации с техническими параметрами, когда вы заказываете кофе, у вас есть вариативность выбора кофе, и когда у вас в бензинговой машине, например, два кофе стоят 10 рублей, интересно, какой кофе вам сварят на основании пришедших 10 рублей эта бензинговая машина, если она не будет знать технической части этой транзакции. Так вот, в биткоине этому было невозможно сделать. Ну, как бы, там есть поле дополнительных данных, но оно не консенсусное, я бы на него не сильно ориентировался в работе. А вот с появлением эфириума и умных контрактов история стала поинтереснее, потому что умный контракт, по сути, это программа, хранимая в чене, у которой может работать как с финансовыми параметрами, так и с дополнительными техническими параметрами, которые вы укажете в этой транзакции. А еще более интересно, что, ну, может не все знают, но в Динаминейшнс, в бумаге по эфириуму, вы можете найти одну из эфир, ниже тут, Забо, Финни, фамилии знаменитых людей, которые повлияли на Виталика и на окружающих его людей, и, как бы, он у них черпал свои многие идеи. И Ник Забо в 1997 году опубликовал статью под названием «Идея умных контрактов». Можете найти Ник Забо в 1997 «The Idea of Smart Founders». И описывал он в этой статье очень интересный пример отношений. Он описывал пример отношений между человеком, который продает вам вентинговую машину с использованием умного контракта, что бэкдор, заднюю дверь, через которую вы минералку и сникерсы загружаете в эту машину, будет открыта до тех пор, пока вы не просрочили свой платеж по лизингу за эту вентинговую машину. Хорошая автоматизация процесса. Вы купили машину в кредит, а она с селдрайвингом одновременно, просрочили по лизингу, она сначала не заводится. Просрочили на две недели, она уехала на штрафстоянку. Удобно, почему? Потому что просто издержек меньше становится в этом процессе. Так вот, в 2014 году мы с теоретической частью этого процесса познакомились, эфир был не запущен как первый адепт еще с Денисом Солдатовым, узнает Денису, многие в Москве с нами Дениса Солдатовым. А вот сейчас DevOps Parity, Parity это один из основных клиентов сети Эфириума. Мы были евангелистами, назывался чат в скайпе секта Эфириума, мы участвовали в запуске в 2015 году Эфириума. И вот когда он запустился, мы по факту попробовали, а можно ли это сделать? Можно ли подружить человека и машину с помощью умного контракта? И мы это сделали в ноябре 2015 года, спустя 3 месяца после запуска Эфира, 4 получается, мы выбрали дрон, потому что это пример из области робототехники, который автономно может оказать сервис, и он для нас стоил меньше 100 тысяч рублей. Для нас это было очень-очень важно, как я говорил, потому что надо уметь экономить предприятия, тоже совместить во время эксперимента. И мы сделали следующий контракт. Человек отправляет GPS-координаты, дрон самостоятельно рассчитывает, сколько он хочет с вас взять за достижение точки в этих указанной вами точке, вы видите сумму указанную, вы платите эту сумму, он летит. Не оператору управления дроном, не оператору управления по платежам. Когда мы это увидели своими глазами, что реально дрон летает, что с помощью транзакции сигнал приходит, мы пошли дальше. И пошли дальше мы в сторону того, где такие идеи могут быть применены, где идеи прямых технико-экономических отношений между людьми и машинами могут применяться. И мы приходим с вами к идеям умной дыротовки, то есть 3.4.0. Я покажу вам 4 примера сейчас теоретических, а уже после выступлений всех я вам покажу видео практической части этих вещей. Те топики или те направления в области умных городов, в которых мы видим применение использования умных контрактов, получения технологии и робототехники одновременно для этих концептов. Первый, на мой взгляд, для всех нас должен быть важный и очень надеюсь, что вы будете поддерживать наши инициативы по применению пир-то-пир технологий и блокчейн-технологий, только открытых блокчейн-технологий, в области продажи данных в умных городах. Все мы знаем, что умные города базово сейчас работают над тем, чтобы встроить сенсорные сети, потому что мы хотим знать больше о жизни граждан и жизни города в целом. И как только я произношу сейчас фразу мы хотим знать больше о жизни граждан, у каждого из нас немножечко должно елкать, потому что вопрос, а меня спросили ли, кто эти мы, которые хотят знать о нашей жизни, и в принципе здесь сидит, наверное, представитель стартапа, который говорит, да, да, я сейчас на этом денег заработаю. Так вот, ситуация в том, что сенсорные сети в принципе готовы работать практически в любом городе, и это не так дорого. Например, мы занимаемся экспериментом в Тольятти по построению сенсорной сети для анализа загрязнений. Алишер, например, в Казахстане знает проекты начинающих. В принципе, стоимость датчиков, если раньше установка по оценке состояния кружечной сети стоила до 10 миллионов и весила 3 тонны, то сегодня профессиональный датчик стоит 300 тысяч рублей. Если взять среднего инженера из Москвы, который живет в плохом неправильном районе, он даже сам может этот датчик при большом желании, если у него хорошая работа купить, а самый дешевый стоит 500 рублей. И тут вопрос стоит не качество, а количество. Если у тебя, конечно, один датчик за 500 рублей, верить ему нельзя. Если у тебя 10 тысяч датчиков стоит по городу за 500 рублей, то с дополнительными алгоритмами обработки данных и прочим вы уже можете выстраивать очень интересный механизм. Как два примера, которые мы уже из сенсорных сетей видим, вы, наверное, заметили, точность прогноза погоды все-таки повысилась. Вот в большинстве городов, особенно больших, мы смотрим, что дождь примерно уже показывается по часовой градации с вероятностью. А, например, в Нью-Йорке с утра вы можете посмотреть, не знаю, по другим городам, когда девушка показывает прогноз погоды, она крутит такой уже и показывает, как облака движутся на центропарк. То есть, прогнозирование на небольшой период, что метеорология это все-таки такая наука об облаках, а облака это все-таки нецельное что-то. Но на 4-5 часов уже сегодня с количества сенсоров мы можем предугадать, будет ли светлое пятно над парком. А в области защиты окружающей среды мы можем, например, с помощью сенсоров строить сервисы для молодых мам с детьми, чтобы они понимали, можно ли идти гулять со своим ребенком в ближайший детский парк и каково состояние там выбросов. И один из наших примеров, мы поставили около одного дома датчик и замеряли в течение всего лета. И что мы заметили, интересно, мы стали замерять каждые 15 минут. В отличие от того, как сегодня мониторинг во многих местах производится и заметили, что средние превышения за сутки нет. но с 8-10 утра количество выбросов НО, это монооксид азота, который является побочным продуктом сгорания топлива двигателя внутреннего сгорания, он начинает расти к 10 утра около этой детской площадки, преодолевает предел в два раза, держится в течение дня до 6-8 вечера, и к ночи он спускается до нуля. Если возьмете среднее арифметическое от этого числа, то вы получите в пределах нормы. Но вы с детьми не гуляете с 2 до 4 утра, поэтому ценность данных о жизни городов для вас видна. Вы уже сегодня смотрите прогнозы на вероятность дождя, где, когда и во сколько. Вы хотите знать об окружающей среде, потому что вы не избавитесь от заводов никогда. Если вы от них избавитесь, мы не знаем, на что мы жить будем с вами, и чем мы будем питаться, и на чем ездить. Но вопрос продажи данных он сегодня открыт, потому что сенсорные сети готовы, но в городе есть 3 типа стейкодера. Граждане, власть и бизнес. И когда, например, в бизнес с властью строят коммуникацию, что одни у других покупают данные о нашей жизни, мы бы лучше бы хотели бы знать, что покупается, когда, в какое время и как это выглядит. И тадам! Технологии блокчейна открытого, который может проанализировать человек. который напрямую может запускать сенсорную сеть для сбора данных без использования человека в автоматическом режиме. и граждане в городе могут быть спокойны с точки зрения их правильности, конфиденциальности их жизни и качества их жизни. Сценарий, более сложный, от которого немножечко шестеренки скрипят, я вам как раз покажу в конце. Там, вот как раз сотрудничество с Алексеем и то, что мы показали в НТУ. это когда вы данные об экологии можете использовать для того, чтобы выпускать ценные бумаги на рынке или как вот то, что Алексей расскажет, углеродные рынки. Выпуск сегодня углеродных единиц, означающие сокращение устойчивого углеродного следа, производится с помощью третьей стороны как аудитора, который проверяет документацию и который ставит свой штампинг. Мы защищаем процесс, когда мы и так строим сенсорные сети, может быть мы будем вместо аудиторов использовать эти данные, чтобы создавать ценные бумаги. Если вы копнете внутрь этого процесса, то увидите, что ценная бумага в данном сценарии будет образоваться на основании труда машин. Ценная бумага на основании труда машин это уже отдельная философия, также можно и сказать. Второе, индустрия 4.0. С индустрией 4.0 и 4 промышленной революции есть очень интересный казус. Я люблю наблюдать за тем, как меняется контент википедии за какими-то новыми трендами. То есть я смотрю, что пишется под термином влокчин в 12-м, в 13-м, в 14-м, в 15-м и так далее. Смотрю, как это происходит с основными контрактами, с остальными. А вот в области индустрии 4.0 мне очень понравилось, что произошло в таком коллективном разуме, как википедия. Индустрия 4.0 по факту это инициатива, начатая немецким правительством совместно с автоконцернами Германии. Четвертая промышленная революция это более обобщенное проявление, которое было там озвучено в 2001-2002 году Клоусом Швабом, как некоторый социально-экономический процесс происходящий. Если вы зайдете в Google и введете индустрию 4.0, то вы попадете на статью по 4-й промышленной революции, где эти два термина объединяются. И с этим вы ничего не можете поделать, просто возможно они даже сольются. Но вот истоки вы можете ввести индустрию 4.0 Германии, вы увидите даже документ правительства Германии, который начинает эту инициативу. Что касается индустрии 4.0, как блокчейн и робототехника там применяются. Сегодня, ну, как пример люблю приводить, если вы или ваши близкие люди в последние несколько лет заказывали себе автомобиль, то, наверное, вы все начинали с просмотра сайта этих автоконцернов. Вы пользовались автомобильными калькуляторами и пользовались системой моделирования. Вы выбирали диски, вы выбирали цвет, вы выбирали отстрочку, вы тратили время и, по сути, вы сформировали техническую карту того заказа, который вы хотите, чтобы был произведен на заводе и был доставлен вам. Вы, отправляя, нажимаете на кнопочку и вы помните, сколько времени после этого этот заказ по факту доставляется на сам завод. Вам звонит менеджер в ближайшее рабочее время, вы с ним разговариваете, он потом разговаривает со следующей цепочкой и она идет дальше. Вы ждете банковского перевода, все эти документы согласовываются и идут уже дальше. Так вот, подумайте, если мы можем объединять технико-экономические параметры, то у нас есть уже технологии, интегрированные в браузеры, это так называемые технологии веб-3 третьего поколения интернета, которые позволяют нам связать ваш интернет-сайт, когда вы закончили конфигурацию вашего продукта, вашего автомобиля, вашего домашнего робота, робота-пылесоса или чего-то еще, вам определилась конечная стоимость, и вы в одну кнопку заплатили и привязали к этому платежу техническую карту этого процесса. И самое главное, что с этого момента эти данные становятся доступны как человеку, так и машине в то же время. Машина может сама увидеть платеж, машина видит в цифровом виде, что от нее хотят, и потенциально это направление в область не smart factory, один из терминов или там дополнительных хэштегов выпустим устрей 4.0 а lights out factory фабрика без света, потому что машинам не нужен свет, чтобы работать. Можете загуглить, очень интересный тоже термин, lights out, вы увидите, он так и пошел. Это термин, под которым, ну, красиво все-таки на задней голове, что-то создает, а ведь реально машинам же страшно, не нужен же свет, это будут темные такие фабрики стоящие где-то и будут производить продукцию. И этим термином обозначают полностью автоматизированные фабрики, где не участвует человек. Если вы думаете, что это фантастика, вы удивитесь, потому что приведу пример личный, университет Грёнинга, это Голландия, встречались с профессором в области компьютер-сайенс, он работает с компанией Philips для того, чтобы построить полностью автоматизированный завод, который самостоятельно будет реконфигурировать производство бритвенных станков, давая своим клиентам напрямую возможность выбрать, какой вы хотите бритвенный станок произвести, контейнер, B2B сегмент, целесловно. Но если вы хотите произвести не то, которое сейчас бритвенный станок производится, вам налейтят косты за реконфигурацию этого завода. Примеры, которые я лично сам не видел, но добро-хороший пример, Алишер занимался сухим портом в Казахстане, восточные ворота помогают китайским товарам идти в обход России на запад. Сегодня это так, завтра посмотрим. Но если вы посмотрите, когда вы садились в каких-нибудь крупных городах, где есть портовые службы, вы посмотрите, насколько они похожи на компьютерные игры, типа, там все ровненько, и там присутствия человека вообще практически нет. То есть, механизмы автоматизированных портовых служб уже сегодня находятся на довольно высоком уровне. Рабочих там практически не осталось, там находятся только инженерные службы. Уже есть несколько заводов в Китае, которые полностью автоматизированы по производству продукции. И уже во Флориде, насколько я помню, запущен первый завод по производству кроссовок, кого-то из трех брендов, Adidas, Arriba, и кого-то, тоже полностью автоматизированы, на котором не работают люди. Отсюда тоже появляются некоторые социальные вопросы, интересные, когда производства из США ушли в Китай за дешевой рабочей силой, получили мы кроссвордер торговлю, и при этом мы получили логистику более дорогую, а когда мы сейчас говорим о том, что мы можем производить товар без применения человеческого труда, который стоит денег, интересно, где будут находиться заводы, и, наверное, самый логичный ответ, они будут находиться там, где больше всего потребителей будет. Вот, и, соответственно, в области индустрии 4.0 основные мысли, которые мы пытаемся сейчас донести через нашу работу, через наши эксперименты, что, а, можно отправить заказ с деньгами, с платежом, с продолжительностью в 15 секунд, или даже, внимание, люди, которые жалуются на то, что биткоин работает слишком медленно, 15 минут, чтобы заплатить за свою машину, полностью весь платеж, кто платил в банке 500 тысяч рублей в последнее время, помнит, как это иногда во что выливается, да, мы уж не говорим о 3 или 5 миллионах рублей, как мы сталкиваемся с тем, что мы заказываем машину и начинать, и этот процесс, как бы, много-много-много, а еще есть Amazon Prime Air, который говорит, что за 30-40 минут они гарантируют вам доставку товара, и это не дроны, очень одна из важнейших вещей, которых еще тоже многие забывают, что Amazon Prime Air, Prime сам по себе, это концепция, которая включает себя как раз развитие амазоновской гиперфизической системы, состоящей из систем прогнозирования покупок конкретными потребителями в разных регионах, чтобы доставить заранее на ближайшие склады ту продукцию превентивно, которую захотят потом купить, это технология автоматизации, извлечения человеческого фактора в процессе сборки заказа, чтобы это не было 4 часа или 6 часов, и последнее это уже логистика. Поэтому Amazon Prime это механизм, которым ставится целью доставить вам, гарантировать определенный срок доставки, но при этом это не дроны, а не. Это целый комплекс мер под созданием одной большой амазоновской гиперфизической системы, которая будет работать с вашими заказами, проходящими через витрину. Третий сценарий применения, наверное, самой популярной в области блокчейна, который я находил со стороны концептов промышленности, автоматизация это цепочки обеспечения. Цепочки обеспечения сегодня вообще больная тема, потому что даже вот самый простой товар, у него кусок с Тайваня, кусок с Китая, интеллектуальная собственность из Соединенных Штатов и дальше пошли, я не буду говорить, если мы возьмем вот этот ноутбук, например. Вопрос того, каким образом обеспечивается контроль качества в цепочках обеспечения, сегодня насущен. Для этого, например, очень активно использовать сегодня начинают как раз таки автоматизацию и один из примеров из области крипты, который, может быть, вы слышали в прошлом году шумело, не знаю, что сейчас именно с этим концептом, но в прошлом году показал IBM с компанией организующей контейнерные перевозки турист в Майерском, в Майерском они это сделали, автоматическое исполнение платежа на основании данных о сенсорах в контейнере с хлопком. Условия были, что если влажность и температура не превышают определенного значения, которые собираются сенсором, то в момент достижения груза пункта назначения данные подаются в блокчейн среду, об этом узнает автоматически все стороны отправитель, получатель и банк, и банк видит, что сенсор передал данные не превышающие значения и автоматически произвел платеж. То есть делка на основании данных полученных от машины. Алишер немножко расскажет вам еще про сублайнчейн в его процессе. Самый простой у нас, если у нас есть производство, есть логистика и конечная витрина, на которой находится товар. Если у нас торт прокис, ничего страшного, если вакцину произвели даже правильно, но в процессе ее транспортировки осенью в какой-нибудь город температурный режим 4 часа не выдерживался, то вся вакцина становится неэффективной весь город в пандемии. Ну, то есть начинается у нас эпидемия. И последнее направление, мы называем Соединенные Штаты сейчас, это направление мобильной робототехники. Мы все с вами опять же вернемся к дронам автоматизированной доставки. Многие слышали о том, что германские автоконцерны уже давно презентовали машины, которые могут двигаться в автопилотном режиме. Они этим пусками делали, например, в Германии есть торговый центр, в котором вы можете, подъехав на некоторых машинах новую серию, выйти из машины, и она сама поедет на парковку, потому что есть интеграция с парковочной системой, сама себя поставят, вы пошли и купили продукты, вы нажали на приложение, она приехала, вы закинули продукты, сели за руль и поехали. Есть системы для престарелых, пожилых людей, которые за рулем засыпают, и она, например, включает аварийную систему, понимает, что вы уснули, и аккуратно паркует вас на обочине с аварийными системами. И если говорить про self-driving то мой основной посыл здесь, о котором я стараюсь говорить, в целом, наверное, скорее не автопилотные машины не готовы идти в города, а города не готовы работать с автопилотными машинами. И аналогичную обратную связь мы получили на рынке дронов. Если дроны уже сегодня могут решать некоторые довольно интересные и важные задачи, как первый пример, доставка в горы, если дроны по прямой летят, может быть, не так далеко, то взлететь на высоту и доставить в горную деревню медикаменты на дроне, это намного быстрее и дешевле, чем нежели строить дорогу, которая вот так вот с серпантином туда будет заходить. Но проблема с дронами также столкнулась с тем, что один дрон в городе, летящий над Москвой, окей, не так страшно, главное, к Кремле пошел бы. А миллион дронов? Нас не интересует один дрон, нас интересует миллион беспилотников, чтобы они доставляли нам продукцию. Так вот, как заставить миллион беспилотников не сталкиваться? Это первый вопрос, который встает в автономных системах. И второй вопрос, помимо безопасности, который встает, это скорость. Вернемся к Amazon Prime. Сегодня, к примеру, в России нужно, чтобы получить вылет, нужно санкционировать отправить факс в ОРВД, который будет на экране следить за вашим передвижением. Это стоит огромных денег, вам доставка будет стоить тысяч, наверное, сто, наверное, с применением ОРВД, ну, так скажем, по процессу, с наценками, которые... И займет она у вас сама даже не 30 минут, а займет она у вас, скорее всего, пару дней с дополнительными разрешениями. Так вот, вторая часть, которая, это скорость. И в этой скорости мы понимаем, что... И это немножечко кажется страшным, что если до этого я рассказывал о том, как защитить нас, когда сенсоры продают наши данные, как нас связать с машинами напрямую, сделать, то в процессах, например, управления логистикой, скорее всего, системы Unmanned Traffic Management, то есть беспилотного трафика, будут тоже полностью автоматизированными. И тогда получается, что автоматизированные системы будут следить за автоматизированными системами, которые уже будут нам предоставлять услуги. Потому что ни одна человеческая организация, ни один колл-центр не справится с тем количеством обрабатываемых заявок, которые необходимы будут для реализации. Ну и напоследок, последняя часть теоретической вещи, которую я с этой осени рассказываю с точки зрения бизнеса. Все, что я вам привел, оно, конечно, можно разбросать по разным вопросам. Но в целом, машины заменяют людей где-то, машины создают новые рабочие места для людей, они начинают открывать новые услуги, они меняют принципы оказания услуг старых. Но в основном они создают рынок. Рынок, в котором бизнес будет тоже оказывать услуги для машин. Это будут алгоритмические рынки. Мы о них, к примеру, уже знаем, что есть алгоритмические трейдинг-боты, они уже работают с ценностями. И вот самое интересное, что основное требование, которое будет стоять перед бизнесом, чтобы начать работать с машинами, это будет то, что не контракт или договоренности между владельцами, а поддержка application интерфейсов. То есть, мы видим, что рынок, машин и оказание не только ими услуг для людей, но и оказание им услуг, скорее всего, изменит саму концепцию оказания бизнеса, потому что оказывать услуги машинам очень удобно, особенно для нас, программистов, когда мы понимаем, что там есть определенная структурированная логика. И единственное, что нам остается в эти моменты сделать, это поддержать интерфейсы, на которых говорят машины. И вот, примерно так. Спасибо. Я передам слово Алишу.